При помощи интернета в Иванове можно найти даже бабушку. В 26-й школе подвели итоги реализации проекта «Бюро бабушкиных услуг». Он стартовал в июне. В течение этого времени люди пенсионного возраста помогали родителям в воспитании детей. Встречали их из школы, сопровождали на кружке и даже делали домашнее задание. К своим подопечным бабушки отнеслись как к родным. У меня свои внуки далеко внучка. И вроде как бы хотелось, ну что, сидеть дома. Может быть, кому-то я и кому-то помощь какую-то окажу. И решила, пока вроде силы немножко есть, здоровье позволяет. И вроде бы оказать помощь, хоть какую-то маленькую, но помощь. Чтобы внуки могли себе найти бабушку, а бабушка внука, в школе был создан банк данных. Свои заявки родители у гувернера могли принести в школу. Теперь заполнить анкету можно на сайте. Это существенно упрощает поиск. В ходе реализации проекта было образовано 9 пар бабушка-внук. Оказалось, что спрос на бабушек превышает предложение. У нас больше сейчас внуков, поскольку в основном родители хотят выполнения домашних заданий. А некоторые бабушки, если они не педагоги, они просто боятся за это пока у нас враться. То есть есть у нас дети, которых сопровождают в музыкальную школу, в какие-то другие учреждения дополнительного образования. Есть дети, с которыми выполняют домашние задания, просто занимаются, например, русским языком. Первый этап проекта завершен, а дальнейшее его существование пока под вопросом. Во время круглого стола зашла речь о финансировании услуг гувернеров. Изначально привлекались спонсорские деньги. Теперь нужно искать другие источники финансирования. Оказалось, что далеко не все бабушки готовы бескорыстно оказывать помощь. А между тем, услуга очень востребована у родителей, так как в отдельных классах до 70% детей воспитываются в неполной семье.